здравствуйте всем доброе утро видите что тут происходит опять это какой-то кошмар этот участок дороги от новосибирска до омска он какой-то заколдованный здесь здесь вечно какие-то катаклизмы происходят природные вчера ничего не предвещало сегодня вот пожалуйста ведь и сока снега уже насыпала дел мусор выбрасывайся так ну тут раз за колеса все хорошо очуметь можно 5 зима пришла детская богомышль сколько снега-то насыпала за ночь поехали посмотрим что на дороге делается продать продажу забыл еще 25 процентов я думаю на четыре с половиной часа хватит на там паузу будем делать туда зальем какой-то вот я не ставил тут постоянно кита катаклизм ту вечером становишься утром просыпаешься и не смажешь то снег тут дочь тут дочь со снегом . снега вроде бы равнина а все равно катаклизм минус 6 на улице так он как бы солнышко будет какой-то пробивается посмотрим это у нас где-то мы здесь я там 60 наверно от новосибирской объездной такая неплохая стоянка я вам скажу кафе тут вроде ничего поворот на севастьянов какой-то газ куда и подшлифовывает все таки асфальтик скользковатый скользко-скользко газ куда ешь и пов... срабатывается все дорожный феномен скользко вон есть газубой оеей а сын к срабатывает что машины Ну, как бы в снегу Сейчас посмотрим Скользко, хорошо, скользко Хорошо так Филейная часть погуливает Ну, плюс мало того, что идет Видите, еще опять, как всегда, здесь степи Наметает Понятно Тут интересно Ездить Вроде бы ровно Все равно свои приколы Ну, посмотрим, как дальше будет Какая тут будет дорога На круизе, понятно, не пойдешь Поедем ногой Когда скользко, круизом Не рекомендуется пользоваться И понятно Система эта может найти Может и не отключать Но круизом не поедешь однозначно Сегодня у нас Какое сегодня число? Все время забывают Буду из датах 18 марта 18 марта Сегодня у нас четверг Да Дома нам 3876 Ну, грубо, в районе 4 В районе 4 тысяч километров Да, Омска отсюда Сколько до Омска? Километров 550, наверное Будем покорять местные степные участки Только думал, мы сейчас солярки Расход уроним Как бы уронили Сейчас 33,8 еду Думал, литров до 32-31,5 На этом участке уроню Потому что вчера тут буквально Он падал на глазах Когда уже с Кемерово Зашли сюда, в сторону Новосиба Ну, что-то я походу, что опять Вот ветер Встречно-боковой Особо он роняться не собирается Ну, в Омске посмотрим Может, что поменяется тут Тут же тоже сейчас Сейчас снег через Путряхивает Через 100 километров Уже может быть солнце Или дождь Короче, будет видно Пару лили И снова на этом участке Приходится Выбирать место для Обгонов Там где-то слегка скользко Маленькая Ведь у него ограничения Ограничение 70 Даже если Я еду небезопасно Звоните Что-то никак не получится Что-то сплошной поток Встречных машин идет После Камазика Можно попробовать Поработать, да? Добавим Пошли Вот он даже подвинулся Красавчик Подвинулся, чтобы я увидел И еще сзади Маленькая показала Что подгоняли Скажем спасибо Он едет так 72, 73 Ну, в общем-то Я так смотрю Дорога позволяет 80 идти Спокойно Дай ему Дай Бог здоровья Так, коля Взялся правее Чтоб дорогу было видно Впереди Чтоб не надо было Лыч высовывать Навстречку Красавчик Одним словом Маленькая за нами Сейчас в поворот зайдем И мы маленькую пропустим Как бы не Пургу мы сзади поднимаем Ему особо за нами Ничего не видно Моргнем Пускай едет На здоровье Что ему за нами Мучиться Хотя он как-то так Особо и не приближается Ко мне На расстоянии Так держится Может он и не собирается Обгонять Что где сворачивать Будет Но если приблизится Скажем Давай, братан Разуй Пока вроде нет Так Держит 80 Как я иду 80 И он за мной Держит Расстояние Нет Вот вроде Приближается Или нет Не Ну ладно Хочешь ехать сзади Езжай сзади Хотя в общем-то Вот Можно обгонять Давайте А нет Нельзя Встречка Я приблизился Сейчас пойдет Наверное Вот после скания Ему сейчас его пропустим Работай Пошел Страус Работаем Работаем Активнее Активнее Молодец Пожалуйста Спасибо Пожалуйста Счастливой дороги Газуй Брат Все Все Братцы Видите Совсем у нас Распогодилось Вообще Погодка Шепчет Как я и говорил Километров Наверное 70 Отъехали Еще так Стежок Ну Закончился Потом Немножко Мело А сейчас Что-то Уже и мести Перестало Уже и ветра Нету Вроде Это район Убинская Убинский район Новосибирской Области Еще На Умска 414 Лепота Пошел и расход Падать 33,6 Уже Потихонечку Но красота Минус 6 Все-таки Весна берет свое Как зима Не пытается Тут Выеживаться Весна Постепенно Вступает В свои права Захватывает Хотя Зима Сопротивляется И довольно Усиленно Это Сука Снега Еще Таясь Будет Весь Апрель Все Снега Здесь Много В отличие От Сибири Сибири Такой участок, сами прекрасно уже знаете, скучный. Снимать здесь особо нечего. Степь, да вот, рощицы березовые. В принципе, все местные достопримечательности. Зато едешь, отдыхаешь. Я в плане того, что нет этих ни горок, ни трно, вот это вот всего поставил круиз сейчас. 80-то выставил, и все, едешь. Только головой крутишь лево-вправо. Выискиваешь, что посмотреть. Но особо смотреть не на что. 4 часа 5 минут сегодня мы уже отработали. На Умыска 224 километра. Поехали. Такой соляночки похлебаем. Очередной. Если там, конечно, с площадкой все в порядке. Посмотрим. То есть, у нас заезжал, как бы, вроде тут было ничего. Сейчас, если там это много снега, страшновато заезжать. Минус 1, все тает. Ну, вроде как ничего. Не страшно. Утонуть не хочется. Я просто боюсь, что сейчас, заехавшись сюда, в любом случае, будешь шлифовать. Так, нам нужно где-то развернуться вот здесь, наверное, на заправке. Почему можно было вот здесь машину и поставить с этой стороны? Здесь, получается, с горочки. Наверное, надо было так и сделать. С этой стороны выходят с горочки. Ладно, поставим там, где все стоят. Как бы вычищено. По идее, должны поехать. Ну, здесь вот вообще, как бы, сухо. И тут же, как бы, по идее, наверное, или вот сюда вот заехать. Тут тоже, вроде бы, с горочки получается. Все получится назад затолкать, конечно. Поедет назад, не поедет. Должна. Не очень хорошо, но пошла. Пойдем сейчас отблю, зальем. Потому что уже почти нету. Здесь процентов осталось. Ну, и сходим сюда, в эту кафе. Вроде так ничего. Я тут ходил, уже кушал. По идее, нормально было. Назад как-нибудь выйдем. На следующем повороте поверните налево. Затем на следующем повороте... Да, она катится куда-нибудь, не катится. Ну, вот она, вроде, катится вперед. Получается, что идет с горки. Продолжение следует... Продолжение следует... Двух канистр хватит. Продолжение следует... Ого! Какая старушка приехала, да? Древняя-древняя горьба. Так, все. Канистры обратно в палетник пустые. Еще полных, мерено-немерено. Получается, я еще вылил только пять канистр. Еще раз, два, три. Еще этих канистр сходят, хватит в Белоруссию съездить назад, вернуться. В Москву еще и останутся. Все. Закрываемся. Пошли обедать. Чуть-то трактором вытащить. Да не, поедет, я шучу. Куда она денется? Какая погодка на улице, а? Просто обалдеть. Шепчет. Фига себе, какой он негабаритный. Какой он. Хреновину волочет. Вольва вон-то. Я представляю, сколько она весит. Тут 40, наверное, не меньше. Милое кафе тут. Мне тут нравится. Уютно. Еще потом кофейку с собой возьмем. Такой скромненький обед у нас. Потом кофейку в дорогу. Походу, этот Енисей тут уже припаркован навсегда. И вон тот тоже. Ну да. И те трактора одна им дорога. На металлолом. Все, пообедали. О, я смотрю, полицаи приехали. Пока мы тут кушали. Смотри, вон бегает что-то по дороге. Вольва, наверное, этой ограничение только ночью. Раз в нем стоит. Не ездит. Попробуем. 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 Сейчас назад. Попробуем. Чуть-чуть ей больше передачку. Поехали, поехали, поехали. Пошла. Попробуем. Да, железиак он тащит серьезную. Смотрите, какую он. Это этот какой-то то ли асфальтоукладчик то ли что? что такое они как и линейц и цирский сто процентов у него запрет езды дневной у а эти где делись все убежали уже уже заработали так быстро шел машину стояли бежали ту ну еще сколько это минут 15 машине посидел пока там туда-сюда маленькой отчаянный паренек на маленькая он так лихо перед этой выскочил перед фурой что еще чуть-чуть бы и он бы его снес а снес бы так точно прямо в нас так слева закончили справа пошли за непрыха такая если переходить на омское время это значит надо добавлять три часа сейчас только два часа дня в общем-то нормально три часа до омска в пять часов дня мы будем в омске хорошо хороший обед так упоминается уютно такой кафе солянка вкусная салатик вкусные пивная мне понравилось что-то гарнир не захотелось 257 рублей цена вопроса нормально как раз получается вот если с этой кстати не чаны а чаны вот я придачу свои извинения я тут пока стоял по рации реклама заправки шла чаны-чаны-чаны-чаны где знать что не чаны а чаны не тюкалинск тюкалинск озеро карачик о-о-о 19 километров катим дальше погодка ну вы сами все видеть не облачко плюс один запахло вот теперь настоящая весной вот и омск на горизонте внимание до свидания что мы задумал кто такая-нибудь а евросейм едет вон едет с мешками вот дают время 5 сейчас вот на газпроме тормознем поставим кофе попьем под пищей должен подъехать александр паузу сделаем часик а что же здесь может сейчас подъедет постоим подождем до шести кофей гусер банем туда-сюда и дальше поедем так как вы приезжаете на газпром с кольца наверно на послужим похоже с колечка как-то ни разу на него не заезжал или заезжал как-то раз не припомню давайте за рулем ого какую болоту да тает все тает весна так на следующем повороте налево хорошее болото может на сам газпром не ехать может тут где-нибудь на следующем повороте поверните а ну в принципе проезд а есть на заправку стоят на заправку не надо мы уже заправились аж до этого самого как его до новоспасково в ульяновской области наверно вот здесь вот мы и станем на асфальте не лезть никуда туда где потом можно начать буксовать правильно потом вместо выезда будет тут опять с лопатой степями бегать ну зачем нам кино так мы здесь никому не мешаем все ждем пойдем за кофе на лево он из управляются а вот наверно он уже и подъехал да 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 привет привет вот видите как все удачно как все удачно получилось ну вот ну вот мы не могли привет с тобой алексей да привет привет ну вот да попало видишь в этот раз да сейчас венчика говорю давай блин работа я полетел а кем ты я продавцом сейчас магазине сам частями торгует китайский самосвал тоже хорошо спрос спрос есть а куда чем день это ясно сейчас я сам на них же работал а потом что-то механика потом позвали торговать ну ясно понял все мы стояли кофе попили часик с александром рад знакомству поговорили туда-сюда все надо дальше ехать время 6 еще нужно сегодня поработать уже мне давно писал я все мило проезжал проезжал наругался на меня все вопросов нет на обратном пути обязательно пересеклись ой смотри собой тут болото используйте прям море целые да вот все тает тает начала весна весна берет свое весна это хорошо на мои то проще сантину пасать это таких тут уже критических ям то нету все саш спасибо за мывайку без подарка и слава богу притарали пришлось заливать куда деваться что у нас там пим поезды мартыш смотреть сюда ехали ох какие ямы тут прям море о пока нет никого ой 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 пока нет никого и но используйте но и понес в давай газу и вперед пошел все все по своим делам борьбу маша джан проедем 3,9 до кольца так время на 6 до но сейчас тут в тюменскую заедем да у нас еще один бонусный часик добавится если под тюменского мы сегодня спать будем ложиться так по тюменскому еще только 5 принципе нормально тогда хорошо сегодня не будем уже там заполнить в принципе дальше туда ехать от тушнолобого там я не вижу того в сторону кургана там уже не связи нету ничего и такие стоянки там не очень скажем так посмотрим пока не будем загадывать где мы станем штрацию включить можно сразу выключать потому что она одна реклама вот как только комску подъезжаешь все кроме рекламы больше не еще не слышно что он и наверно потихоньку есть а нет пустой ленивец поднятый видно строго со скоростью газпромовские по-моему газпромовская была . может быть у них и строго со скоростью ну и как тут у нас и ртыш красавчик еще не вскрылся не на скрываться еще куда еще морозы стояли и еще пока нет бывший пост уже давно тут сколько не езжу тут кольцов уже практически никогда нету может один раз за все время тут виза стояли это так они наездом прилетят потусуются а вот еще когда этой объездной не было вот они тут всегда тут и в этом перед этим как этот калачинском калачинскому там же тоже еще хвостик был тогда с негабаритом когда шел и тут мозг выносили и там катастрофа было просто погнали омск обходить добро здесь так понимаю какое-то предприятие было когда-то что-то как-то ездил раньше внимания не обращалась с одни руины одни развалины только амбразура оконные фильмы можно снимать про войнушку и этот страйк пол или как они там и короче с этим с краской с автоматами которые бегают с ружьями там как вышка какая-то в общем уж какой-то аэропорт был нет одни руины что-то когда-то было не ну как на аэропорт нет не похож хотя как как на вышку что-то смахивает это конец уже омской объездной сейчас мы уже выйдем на основную федералку он за тем мостиком это который к отсюда ехал про гололед рассказывал мы тоже так вот еду на мелодок так-то не по-детски так и что рюкс объекта въехал этот мост захожу тут оба надо влево крутите она что прямо есть хорошо на там зацепилась потом за что-то это машина так бы по прямой с этого моста и поехал бы скорость была небольшая нами километров 50 просто все она в одно мгновение раз и стала неуправляемая гололед штука коварная эти 20 километров на брок проявить ну вот мне пока три с половиной тысячи примерно отсюда где-то до дома что наверно многовато немножко поменьше три с половиной как-то много так это нормально было вот как бы снежочек все а мостики вот эти все они же все всегда накатанные всегда там гололед мостики переметы вот такие открытые участки здесь горочка чё подъем и тут временно метает машинами накатали здесь этот вот бугор помню так на них его заезжая и все я вижу что надо он начинают тормозить она тормозить не хочет суасса руля то уже влево надо крутить я начинал здесь вот крутить она прямо едет и вот тут она вот возле этого отбойника потом цепляет за что-то зацепилась и все-таки пошла вот сюда налево это сразу седых волос добавилась но это вот хорошо скорость небольшая была гадра 50 а может быть ну это я заходил 50 на мост тут тоже и медленнее было если бы чуть больше как сейчас такой скорость как я сейчас 60 прошел то есть все их тут припойку с этого отбойника и поехал вниз запросто суметь прямо погнали что уже еду спать хочу сильнее какие нервы по иркутскому час ночи а по тюменскому и штук 10 дальше не поедет своего тошнолобого с левой стороны сейчас стоянка будет вроде как-то площадка большая места должны быть хватит сегодня в принципе сегодня так нормально поработали хорошо ну раз хорошо поработали наверно хорошо и по спинам есть на стоянку пролететь на стоянку пролететь где она где она где она где она она спеек и т и 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 марка дам и надеюсь что они есть потому что давайте уходим со всемене есть отдел Pyatt-де поставить и за мной машинка заходит не изменение а спать едем вы будете разворот там, где это разрешено затем на следующем повороте поверните налево добрый, подорожный подорожный, подорожный, подорожный до сети вон туда в угол, вторым рядом в смысле, где ИТЭКО или дальше туда? нет, нет, ИТЭКО это РЭФы а, это РЭФы, да? а, все, я понял это вокруг надо объезжать или? нет, 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 сейчас сразу на лево и пошел туда хорошо понял ИТЭКО это РЭФ правильно, КРЭФу как-то тут большого желания вставать не хочется изменение машинка тут такая, смотрите, подлинная дорожка, я вам скажу стоит здесь вот в этой каше остановиться и все и долго-долго придется здесь фитнесом заниматься так, а как нам тут лучше, может мордой загнать? да я думаю, что лучше будет загнать сюда мордой там завтра может кто-то вперед поедет или назад как-нибудь вытолкаемся все, на сегодня рабочий день закончен закрываемся и и спать и Продолжение следует...